Продолжение следует... В то время, однако, женщина во время родов не находилась в больнице. И скорую ей вызвали только, когда началось кровотечение. В неотложной помощи от комментариев пока воздерживаются. У женщины остались трое детей. День знаний позади. Сегодня в школах первый учебный день для 200 тысяч латвийских детей. Среди них и 10-летний Давис, чья болезнь прошлой зимой объединила всю Латвию. Для мальчика в считанные дни латвийцы собрали 427 тысяч долларов, чтобы он мог пройти лечение в американской клинике. Слокская основная школа, собранный своими руками букет цветов. Давис после длительной болезни прошел все необходимые тесты и был переведен в четвертый класс. Теперь никакой учебы в больничной палате и дома. Сегодня Давис снова в классе среди своих. Давис к школе готов. За лето хорошо отдохнул и даже побывал в аквапарке. Катался с горок, но не очень страшных. Ты рад вернуться в школу. Какие твои ощущения? Хорошие. Эта неделя в школе необычная. Сегодня день безопасности. В пятницу день спорта. Настоящие уроки начнутся на следующей неделе. Одноклассники довольны, что Давис вернулся в школу. Ты будешь сидеть с Дависом? Да. Будешь помогать? Да. Давис снова вернулся к вам в класс. Расскажи о нем. Он клевый, веселый. Мы его провожали с наилучшими пожеланиями. Готовили открытки, чтобы он улетел в Америку в хорошем настроении. Он наш мальчик. По словам мамы Дависа, для которой начало учебного года не менее волнительно, чем для самого четвероклассника, Давис чувствует себя хорошо и готов к учебе. Конечно, мы все еще находимся под наблюдением врачей. Но в целом Давис живет обычной мальчишеской жизнью. Все в порядке. Деньги, которые собирали мальчику всей страной, помогли не только Давису. Наставшиеся после лечения средства в детско-клинической больнице прооперировали еще троих детей. Деньги. Продолжение следует...